Внимание, бойца! Звание владателя Кубка Сенши, дамы и господа! Красный угол ринга приглашается боец из Праги, Чешская Республика Ян Соков! Дорогие и джентльмены, приветствуем! Ред-корнер Ян Соков, Праг, Чехия Республика! Итак, друзья, отличная, отличная композиция звучит в ГЦКЗ «Россия», под которую выходит Ян Соков, представитель Чехии. Чемпион мира по карате Шатакан, чемпион Европы по карате Кёку Сенкай, серебряный призер девятого абсолютного чемпионата мира по Кёку Сенкай. Кстати, супруга его, также представительница Кёку Шина, тоже она, естественно, из Чехии, Яна Каринкова. Если мы говорим про кикбоксинг, да, то это достаточно опытный спортсмен, потому что он боксировал с такими ребятами, как Андрей Хутник, которому проиграл. Выиграл, кстати, у недавнего соискателя титула чемпиона Глори у Танеги Абена. Это было в 15-м году решением судей. Проиграл очень опытному представителю Франции Фредди Кимайо в 16-м году нокаутом, правда. В своем последнем поединке в 2018 году он выиграл у легенды Питера Айрса, трехкратного чемпиона мирового Гран-при К1. То есть, в общем и целом, он знает о том, что такое удары руками в голову, он знает о том, что такое защита от ударов руками в голову, несмотря на, опять же, свое кикушиновское прошлое. Очень богатое, которое я вам уже перечислил. Ребят, еще на секундочку, ему 40 лет. Только представьте себе, 40 лет, а человек продолжает пребывать в прекрасной форме. В общем, человек всю свою жизнь, сознательно практически посвятивший единоборствам, Ян Соку. Ян Соку, червы-балы! В силу и приглашается боец из города Нальчи, Кабардино-Балгарская республика, Россия, Тимур Гасташев! Ну а сейчас к рингу выходит Тимур Гасташев на 7 лет. Он младше своего соперника, 33 года. Тимура из Нальчика заслуженный мастер спорта. Гасташев по кёку-синкай карате, черный пояс, второй дан, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, двукратный чемпион России. В общем, колоссальное количество титулов имеет в своем активе, но практически все эти достижения датируются периодом с 2004 по 2008 год. То есть это был период расцвета именно в плане соревновательных выступлений для Тимура Гасташева. Последние годы он больше сконцентрирован на преподавательской, на тренерской работе. Он член клуба кёку-синкарате в фудо из города Нальчика. Карате начал заниматься в 2000 году в группе Аскера Козраиловича Зрумова. В 14 лет начал он тренироваться, но и в итоге просто выдающимся стал спортсменом. Очень интересное противостояние. И Ян Цуку, несмотря на возраст, в общем, до сих пор является очень грозной силой. Да, причем, как вы видите, на спортсменах надеты перчатки. То есть это будут специальные правила, правила Сэмши. Это, ну, грубо говоря, кёку-синк с руками в голову. Кто-то может назвать это кикбоксингом, но я думаю, что это не совсем так. Ириан Сопу, стойный рекорд. Ириан Сопу, волнечный чемпион и волнечный чемпион шадокон короте. Силу Медерес, абсолют кёку-синь волнечный чемпион. Кёку-синь волнечный чемпион. Кёку-синь волнечный чемпион. Поехали я, из моего мозга. О, да! В синем углу. Заслуженный мастер спорта, двукратый чемпион мира, чемпион Европы по кёксинкай, Тимур Гасташев. Дамы и господа, представляем судейскую бригаду. Главный судья поединка, генеральный секретарь Всемирного Союза Кёку-синь, Александр Пичкунов. Рефери, судья международной категории Николай Атанасов, Болгария. Боковые судьи, судья международной категории Захария Домянов, Болгария. Судья международной категории Петр Мартина, Болгария. Судья международной категории Сергей Увицкий, Россия. Секундометрист, судья международной категории Виктория Нефёдова, Россия. Регламент поединка три раунда. По три минуты перерыв между раундами. Одна минута. Итак, начинается поединок за звание обладателя кубка Сен-Ши. Ян Сокуп в красных перчатках представляет Чехию. Тимур Гасташев из России в синях. Три по три. То есть такой регламент уже более нам привычный. Удар с отворота, естественно, как представители Кюкушина, наверняка парни будут нас радовать такими элементами. И тут же попытка перевести в голову от Тимура. Пока что активнее Гасташев присматривается к сопернику Ян Сокуп. Не выбрасывает удары по воздуху через блок. Зашел хай-кик. Да, правда, такой затянутый удар получился у Чеха. Будем считать это такой пристрелочный пробный шар. Еще одна вертушка теперь уже в туловище. Но, мне кажется, немного злоупотребляет на старте поединка Тимур ударами во вращении. Идет позиционная борьба. Раздергивают друг друга хорошо по передней ноге. Опять же, только задумывает что-то Чех уже его осаживает. Вот неплохая серия от Яна. Хороший тайминг, действительно, демонстрируется Тимур. Часто удается ему упреждать с атаки соперника, но не в этом эпизоде. Рванулся из серии ударов вперед Ян Сокуп. Несколько раз попал и клинч последовал дальше. Лоу-кик, причем обратите внимание, не в бедро, а в икроножную мышцу. Сейчас и в ММА широко используется этот прием, потому что тяжелее подходил. Видите, попал рукой, здорово. И тут же Тимур пытается доработать соперника. Еще раз, здорово. И останавливает поединок. Рефери считает нокдаун. Таким образом, практически спасает он от поражения Яна Сокупа. Ну, опять же, наверное, этот нокдаун был прописан регламентом, да, потому что Ян Сокуп не упал. И да, он был немного потрясен, но при всем при этом... Еще раз хорошо справа пробивает, а тут же Ян Сокуп пытается взять реланш за упущенный эпизод. Минуту еще работает в первом раунде. Хаджмэ. Да, и два не закончил этот бой в середине первого раунда. Тимур Гасташев. Ну, в общем, пока что никаких сомнений по поводу того, кто выигрывает на данный момент у нас нет. Очень размашисто идет вперед Ян Сокуп со своими ударами. Тут-то через сторону он их заводит. Поэтому я думаю, что Тимур вполне может просто встречать на отходе прямыми. И они будут заходить у него совершенно очевидно. Вот чего не надо делать, наверное, ухороший перевод. Но не по этим правилам. Вряд ли его оценят по достоинству. А чего, наверное, не стоит делать Тимур, так это пытаться тянуться за более высокорослым оппонентом. Ну, в любом случае, раунд он провел хорошо. Тимур Гасташев. Начинается второй раунд. Это противостояние Яна Сокупа и Тимура Гасташева. Напомним, что формат три раунда по три минуты. Поединок за звание обладателя Кубка Сен-Ши. Докушин карате с ударами руками в голову. По-прежнему очень размашистые действия в исполнении Яна Сокупа. И я все жду того светлого момента, когда Тимур Гасташев наконец-то сможет этим воспользоваться в полной мере. Причем, опять же, да, как базовый каратист, великолепный титулованный Тимур Гасташев владеет ударами ногами. Почему бы не встретить сразу с передней ноги в голову? Мне кажется, тоже зайдет, как дети в школу. Вот неплохая серия от Сокупа, только поскользнулся Чех. Очень сильно головой вперед идет Тимур. Конечно, может быть здесь столкновение головами. Вот сейчас, да, на этом сближении. И опять цепляет, кстати, соперника. Бросок за цепом получился. Второй тейкдаун в этом поединке. В исполнении Тимура. Интересно, что рефери никаких замечаний на эту тему не делает. Похоже, так можно. Вновь поддавливает и получает навстречу через руку справа. То, что должен делать Тимур, да? Прямо на опережении, на первом движении туда на справой руки. Чуть траекторию сократить и под размашистые удары это залетит просто оптимально. Хорошо выходит от канатов Тимур. Янцоку рискует, старается работать как можно более активно. И сам в этих эпизодах раскрывается. Половина второго раунда и половина боя позади. Но все-таки, мне кажется, еще Тимур слишком сбивается на вот это движение справа. Да, то есть понятно, что несколько раз попал. Но соперник все равно это будет потом читать. То есть здесь уже можно действовать через вин. Да, показал правый там, левый в печень. Тут же правый лоу-кик. Ну, такие комбинации классические. Раздергивает Тимур. Теперь они ноги пытаются пробивать Ян. И вновь классическая комбинация в исполнении Чеха. Ну, классическая именно для него. Прывок вперед с многочисленными ударами руками. И заканчивает обычно на эти эпизоды мидлкейка. Да, причем вот странно, что обладая более длинными рычагами, опять же, Ян Соков, наверное, мог бы показать передней рукой издали на оттяжке, попытаться сработать. Но при всем при этом он как бульдозер прет вперед, как комбайн на Тимура, пытаясь его там перемолоть вблизи. Промахнулись оба, но сейчас у Каматов пытается зажать Ян Тимура. В отличной форме находится Чеха от своего возраста. Это правда, да, для 40-летнего мужчины он очень хорош. В плане формы физической. Ударство в дворота мимо. И тут же зеркальный ответ в падении от Тимура Гасташева. Тоже чисто в Кокушиновском стиле. Ну что ж, загрузили так прилично друг друга парни по ходу этого раунда. Я думаю, что дальше им будет еще тяжелее. Вдох, выдох. Восстановиться надо. Вдох, выдох. Понятно, что могут быть какие-то тактические рисунки, могут быть какие-то изменения, да, которые могут вноситься сейчас в действия какие-то коррективы спортсменов. Но при всем при этом на фоне усталости что-то поменять будет очень тяжело, как мне кажется. И вот сейчас по жестам было понятно примерно, что советует секундант Яну Соку. Он говорил, судя по всему, что соперник в момент, когда выбрасывает правый оверхенд, идет головой вперед и вниз. И в этот момент надо встречать колено. Действительно, мы видели несколько таких эпизодов, когда Тимур Гасташев забрасывал оверхенд. Нырял фактически. Будем надеяться, что не поймает его. В подобной ситуации Ян Соку в третьем раунде. Третий раунд стартовал. В общем, ничего не ясно. Очередная комбинация. Коленом дорабатывает Соку. Показываются спортсмены в клинче у канатов. И вмешивается рефери. Такое ощущение, что Ян Соку больше сил сохранил. Он прям бежит на оппонента. То есть не использует какие-то подготовительные действия. Не щупает дистанцию, не проверяет ее. Просто сразу такой забег идет навык, что называется. Хаджиме. Ух, как-то, по-моему, локтем даже практически встретил соперника Тимур. Ну, предплечьем точно. Хаджиме. Вновь колено попытался зацепить Тимура чешский атлет. Попал справа и тут же много добавляет. Да. В концовке очень плотный удар ногой был, но, к счастью, для Тимура пришелся он в блок. Две минуты остается до конца боя. Больше сил явно сохранил Ян Соку. Очевидно совершенно. Заставляет он соперника отступать. Меньше ударов стал выбрасывать Тимур. Потеряли они в плотности в своей. И уже Тимур является инициатором вот этого клинча. Я не скажу, что прям сильно так тянет время, но, во всяком случае, ему необходимо определенное количество секунд. На восстановление. Буквально вытянул всю энергию из Тимура. И сейчас практически доминирует он в концовке этой встречи. Ну, я бы сказал, что и второй раунд Ян Соку забрал. Если первый был проигран с нокдауном. Но, опять же, я не знаю, как здесь считают очки. Это все-таки кубок Сенши. Это особый вид текушины, где разрешены удары руками в голову. И поэтому я не знаю, как здесь будут оценивать. Поэтому у меня волей-неволей на автомате, конечно, найдут правила К1. Потому что это очень похоже. Да, если с этой точки зрения считать, то получается, что в первом раунде преимущество было у Тимура. Второй, третий, вполне вероятно, да. За Сокупом и в итоге, возможно, ничья. Да. Ну, а кубок-то кому? На двое разрезать. Попилить, так сказать. Чуть больше 30 секунд окончания боя. И Сокупа продолжает работать. Силовой, прямолинейный. Предсказуемый, но от этого не менее эффективной манере. Очень плотная работа на последних мгновениях. И Сокуп, конечно, очень активен. Он старается, он доработает, старается показать, доказать свое преимущество. И у него, в общем-то, это получается. Еще один удар с разворота. И просто врубается в соперника, как бычок, так вперед идет. Тимур Гасташев. И есть ощущение, что Сокуп в куче необходимости мог бы еще три раунда вот в таком цепле проработать. Смотрите, Ян, да, вот если у нас математически ничья, опять же, согласно тому, что мы говорим, это, может быть, и не так все, то математически это топ-раунд, да. И вот в данном отношении, если так случится, то, конечно, у Яна Сокупа будет преимущество по выносливости. Но, опять же, предусмотрен ли регламент там? Да, мы не знаем. Экстра-раунд. Поднимает руку Ян Сокупа, и публика отвечает ему аплодисментами. И, кстати, вот давайте положим, я не то чтобы не болею за Тимура Гасташева, очень болею, но при всем при этом нокдаун, который отсчитал рефери Яну Сокупа в первом раунде, мне кажется более чем спорным. Потому что, да, там был удар, хороший удар, Ян Сокуп немножко поплыл, был еще один удар, но он пошел через защиту, и Сокуп был готов защищаться уже сам, обороняться. При этом взяли и отсчитали. Внимание, дамы и господа, объявляется экстра-раунд. Да, это справедливо, это очень справедливо, дорогие друзья. То, как мы и предполагали, топ-раунд. И вот здесь, конечно, уже надо Тимуру прям собраться и постараться найти какие-то дополнительные энергоресурсы для того, чтобы вырвать победу. Сокуп явно свежее. Поработаем, надо поработать, собраться. Поработаем, надо поработать, собраться. Последний, последний, три минуты. Тайм, тайм. Ну вот, кстати, поскольку спортсмены, скажем так, возрастные, достаточно особенно Ян Сокуп, наверное, было бы логично до правом сделать две минуты. Да, и это была бы активная борьба, и было бы меньше клинча, да, потому что соперник... О, жесткий удар ногой в исполнении Яна тут же отвечает правой рукой. Тимур неплохо, но нога была очень жесткая. Рефери вновь делает замечания, но понятно, чем обусловлено подобное поведение сейчас Тимура. Ему непросто, и попытался зарядиться на удар справа Ян. Хорошее попадание на горку Ильича, еще раз, и еще раз с коленом в голову с этого ракурса. Правда, не было видно, достало или нет. Очень мало ударов наносит Тимур. К сожалению, в основном он только защищается, наклоняется, да, пытается сблизиться с соперником. Активность на стороне Яна Сокупа. Возможно, возможно, Тимур ждет второй половины раунда для того, чтобы уже там активизироваться и забирать последние мгновения. Но что-то мне подсказывает, что это не совсем так. Яна. Сейчас, выражаясь футбольным языком, Тимур Гасташев просто стоит по мячу и ждет атак со стороны соперника. Хорошая серия в исполнении Яна Сокупа. И коленом добавил и опять оставил эпизод за собой. Вот таких эпизодов уже было достаточно в данном раунде. И, да, Тимур, к сожалению, да, к сожалению, пока ничего не может предложить в ответ. Да, вот так просто уходит. Прямо мы сидели рядом с эпизодом, и мы услышали такой мощный шлепок после попадания коленом по туру. Еще это чистый удар. И снова, и снова Ян Сокуп забирает. Да, вот опять же на опыте все-таки он действительно много боев провел. Да, конечно, у него не супертехника. Там это не Джоджо Петросян, да, и не Робин Ван Росмален, и не, не знаю, не Рик Оверпувин. Но в любом случае он дрался с хорошими, сильными парнями, у кого-то даже выигрывал. И у него есть свои козыри. Выносливость невероятная. Судя по всему, физически очень силен Ян Сокуп. И прямолинейно просто прет вперед, идет ответ. Ну, понятно, примерно, каким должен быть спортсмен для того, чтобы победить вот такого Яна Сокупа. Подвижным игровиком, так называемым. Но вот в данной ситуации, к сожалению, Тимуру Гасташеву не удалось реализовать. Это выгодный для себя сценарий. Слева от нас сейчас Артем Пашпорин. Это представитель Нижегородской школы тайского бокса и кикбоксинга. Клуб Панчер. Артем Пашпорин, кстати, дрался даже с Джоджо Петросяном. Он является победителем турнира в гран-при четверки W5, когда он выиграл у Косма Александра и Крисен Гимби. В общем и целом, боец очень высокого уровня. Ну что ж, теперь уже могут расслабиться спортсмены. Еще одного раунда не будет точно. И есть судейское решение. Церемония награждения в этой блестящей номинации. Я сюда вообще приглашаю мастера спорта Советского Союза по рукопашному бою, советника, сопредседателя РСБ, герой России Андрея Викторовича Мерзлихина. И сегодня с нами по-настоящему легенда из легенд. Закократный чемпион мира по гикбоксингу, мастер боевых искусств, трехкратный победитель битвы чемпионов, глава республики Калмыкия, Бату Сергеевич Асика. А победу в нашем противостоянии одержал Ян Соку! Чех Републик! Поздравляем Яна Сокупа с этой победой. В общем, все по делу, да? Молодец. К сожалению, не сумел переломить тенденцию, которая сложилась в заключительном раунде. Российский спортсмен. Да, ну и опять же, надо выразить восхищение и уважение физической формы Яна Сокупа. Да, в 40 лет, 4 раунда по 3 минуты отбоксировать в достаточно высоком темпе при таком плотном поединке. Это диаметр дорогого стоит. Он молодец. Поезд чемпиона на блестящем бойце из Чехии. И обязательное фото, дамы и господа. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ